Пить воду из крана многие первоуральцы не решаются. Горожане стараются покупать ее в магазине или набирать в родниках. Сюда за ключевой водой Вадим Некрасов приезжает регулярно. 30 литров ему хватает ровно на неделю. Говорит, водой из крана практически не пользуются. Потому что там как техническая вода бежит. Грязная. С верхнего пруда какая может быть вода бежит? Тем более сейчас еще весной. По словам горожан, проблема с качеством водопроводной воды особенно ощутима в сезоны таяния снега и дождей. Это кадры из сюжета, который мы снимали минувшей осенью. Жительницы Первоуральска жалуются на мутную воду. Вот готовлю суп. Осадок большой, такой коричневый. Вот такой отстой. Недовольных качеством поставляемой воды в прошлом году оказалось много. Роспотребнадзор неоднократно брал пробы и всякий раз выяснялось, вода не соответствует санитарным нормам. Нарекания были по запаху, цветности, мутности и привкусу. После каждой проверки специалисты отправляли предписание в городской водоканал, а затем обратились в суд. Было подан иск суд в защиту неопределенного круга потребителей. И 15 декабря 2015 года Первоуральский городской суд удовлетворил иск, признал действия водоканала по поставке некачественной питьевой воды противоправными, обязал ответчика прекратить противоправные действия. Поэтому, как уверяют в надзорном ведомстве, Первоуральцы имеют право на перерасчет платы заводу за 2015 год. Для этого нужно обратиться в суд или за помощью в составлении претензии в Роспотребнадзор. Копия документа, подтверждающего право собственности, квартиросъемщика и документы о начислении. Это могут быть или копии квитанции, или можно взять выписку в едином расчетном центре, то есть за период. Однако в водоканале разводят руками и не понимают, как предприятие должно сделать перерасчет, ведь от услуги подачи воды никто не отказывался. Объект потребил все. Мы услугу оказали, электроэнергию не стратили. За электроэнергию мы должны рассчитаться. Поэтому, как там трактует Роспотребнадзор, что надо что-то пересчитать, но пусть он какую-то методику тогда сделает пересчета. По словам Валерия Хорева, все, что он может сделать, это ограничить подачу воды и включать ее по определенному графику. Тогда на город будет подаваться всего 8 тысяч кубов жидкости. Ровно столько, сколько может очистить фильтровальная станция. Но решать проблему водоканали намерены другим путем, кардинальным. В городе планируется строительство новой насосно-фильтровальной станции. Она чистит гораздо лучше, чем песчаные фильтры. То есть она даже отфильтровывает бактерии, вирусы, не говоря уже о каких-то других механических примесях. Она еще и экономически реализуется гораздо проще. Новый метод очистки воды в Первоуральске уже протестировали. В июле прошлого года экспериментальную установку привозили из Москвы. По словам специалистов, она очень удобна и проста в обслуживании. Для строительства новой фильтровальной станции водоканал сейчас ищет подрядчика. Он будет определен к 11 апреля.